Девушки отдыхают Одна из тех редких игр, которые, не подвергаясь кардинальным изменениям, с каждым годом становятся все лучше и лучше. Legend. Легенда о Таргоне. Это еще одна игра в стиле экшн-РПГ, но до уровня законодателей жанра ей еще далеко. Таргоне. Ликуйте! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Аркадный шутер Shadow Grounds, известный у нас под незамысловатым названием «Твари из космоса», получил продолжение Shadow Grounds Survivor. Действие сиквела разворачивается в одно время с событиями оригинала, все на том же злосчастном спутнике Юпитера — Ганимеде. В то время, как знакомый нам по первой части механик Тайлер очищал от пришельцев колонию Нью-Атлантис, неподалеку орудовали еще трое храбрецов. Понемногу осваивая вселенную, люди отстроили новую колонию на спутнике Юпитера — Ганимеде. Но не успели они отпраздновать новоселье, как инопланетные агрессоры без особых хлопот вырезали, а точнее, скушали всех поселенцев. Однако, несколько человек все-таки выжило. Итак, в наших руках судьба морпеха Люка, пьенчуги Бруно и красотки Изабель. Как обычно, герои отличаются друг от друга выносливостью и арсеналом оружия. Рекомендованные системные требования к игре следующие. Двуядерный процессор с частотой 2 ГГц, гигабайт оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Shadow Ground Survivor займет 1 ГБ. Воевать в Shadow Ground Survivor одно удовольствие. Обоймы с аптечками валяются на каждом шагу, бери не хочу. Самый же ценный бонус — это так называемый Upgrade Parts. С их помощью можно превратить обычное оружие в настоящую тяжелую артиллерию. Прокачивать можно и самих героев. Чем больше уложите монстров, тем больше опыта упадет на вашу копилку. Пятерка за геймплей. Что касается графики, то самое интересное в ней — это тени. Как только включается фонарик, стены сразу же покрывают шикарные узоры. Но стоит восторгом поутихнуть, как покажется уродливый скелет. Четверка за внешний вид. Удар герои держат, но охают от каждой царапины. Какофония взрывов и треск выстрелов напоминает о близкой смерти. И пластмассовая музыка тоже старается поддержать боевой дух всеми своими электронными силами. Однако получается это у нее с трудом. Четверка за звук. Вообще Shadow Ground Survivor следует оценивать ровно по одному критерию. Интересно ли в этой игре убивать врагов? Как мы уже сказали выше, да, интересно. Твердую четверку получает сегодня шутер Shadow Ground Survivor. Серьезный сюжет для простеньких стрелялок — непозволительная роскошь. Да это и особо не нужно. Здесь расчет идет исключительно на развлечение для спинного мозга. А чтобы процесс релаксации проходил еще более гладко, прямо сейчас мы ответим на ваши письма и дадим советы по прохождению. Вопрос. А есть ли в игре секретные комнаты или даже уровни? Ответ. Целых секретных уровней здесь не предусмотрено. Зато разработчики заготовили скрытые помещения. На уровне «Дорога к Атлантису» есть вход, заваленный ящиками, которые можно легко раскидать и пройти внутрь, затем налево, и вы окажетесь с другой стороны забора. Этот секрет откроет бонусную опцию оружия вашего героя. Вопрос. Я играю за Бруна. У меня окончилось горючее в огнемете, а через переходную камеру с поверхности планеты ко мне забежал огромный паук. Что делать? Ответ. На этом уровне есть еще одна комната с горючим, но в ней полно пауков. Так что придется быстро пробежать мимо них, схватить патроны и всех их поджарить. Вопрос. Я оказался в какой-то комнате с большим количеством трансформаторов. Я их все включил, но ничего не произошло, а монстры продолжают прибегать непонятно откуда. Что делать? Ответ. Проверьте, включили ли вы трансформаторы за стенкой, перед которой написано контрол. После их включения откроется дверь рядом с аптечкой, и вы пройдете на следующий уровень. Легенда о Таргоне. Новое, увлекательное приключение в жанре экшен-РПГ. В поисках артефакта Таргону предстоит путешествовать по всему миру, исследовать многочисленные подземелья и, конечно же, сражаться с полчищами врагов. Если вы хотите поиграть во что-то похожее на Диабло или Титан Квест, тогда не пропустите эту игру. Ледженд. Легенда о Таргоне. Это трехмерная экшен-РПГ. Действие игры происходит в оригинальной фэнтезийной вселенной Арис. Как всегда, вас ждут орки, гномы, эльфы, люди и куча нечисти. Разработчик — компания Master Creating. Одной из предыдущих их работ была игра Restricted Area. В самом начале игры вы познакомитесь с маленькой эльфийкой. Точнее, главный герой уже давно с ней знаком. Однажды он спас ей жизнь. И теперь, в знак благодарности, она будет постоянно сопровождать вас в виде указателя мыши. Эльфийка будет освещать вам путь и не даст загрустить, пока вы будете прорубать дорогу через полчища монстров. Локализованная версия игры поступила в продажу 31 января 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 5 ГБ на жестком диске. Ускоритель физики приветствуется. Игровой процесс очень схож со всем известным Diablo и Titan Quest. Похожие, боевая система, прокачка, монстры, да и вообще сама идея. Возможно, кого-то это не устроит, но в целом игра сделана неплохо. И если не отвлекаться на каждого встречного, то игра пройдет быстро и интересно. Даже очень быстро. Наша оценка геймплея — 4 балла. Внешняя легенда о Таргоне выглядит не так впечатляюще, как когда-то Titan Quest, но вполне прилично. При этом запросы у игры не самые слабые. Если у вас не самый свежий компьютер, скорее всего придется выставить все настройки графики на минимальные значения, иначе игра будет подтормаживать. Отдельно стоит сказать об анимации боя. Герой сражается с гигантами не просто где-то в ногах, а прыгает, даже налетает на врага. Вдобавок к интересной проработке схваток вас порадуют окружающие пейзажи. Надземная часть мира полностью прорисована вручную. Наша оценка визуального оформления — 5 баллов. Озвучка в игре также приятная. Особенно интересно бывает отвлечься от бесконечных звуков оружия, магии, рёба монстров и послушать диалог между эльфом-указателем мыши и главным героем. Ты прекрати, наконец, в футбол головой играть. Нам пора спасать мир. Ну, эти гоблины тебе не противники. Но их всегда так много. Наша оценка звукового оформления — 5 баллов. Общее впечатление от игры — неплохо, но очень мало. Неплохо всё, не хватает тоже всего. Маленький мир, мало героев, за которых можно играть, скудный выбор экипировки и умений. Монстров тоже могло бы быть побольше, а боссов вообще не хватает. В итоге Legend, легенда о Таргоне — это интересная игра, но всего на пару дней. Наша общая оценка — 4 балла. Да, весело же я носился по локациям этой игры. Если вы уже играли в подобные игры, тогда проблем с выбором экипировки быть не должно. Поэтому советую не отвлекаться на зачистку территорий и следовать главной сюжетной линии. Игру пройдёте за пару дней, но так будет интересней. Проблем с оружием и бронёй возникнуть не должно. А если что-то не получается, смотрите ответы на вопросы по прохождению. Первый вопрос. Где найти мухоморы для ведьмы? Всё и вся в округе порубила в капусту, а грибов не нашла. Отвечаем. Северо-западнее по карте будет флантация. Когда близко подойдёшь, на миникарте появятся серые точки. Иди к ним. Следующий вопрос. Как одолеть дракона в ледниках? Ничего не получается. Он меня одним ударом практически убивает. Отвечаем. Ну, первый вариант вы видите на экране. Герой прокачан. Закуплено больше сотни лечилок. Как только вас хоть чуть-чуть ранили, сразу лечитесь. Клавиша пробел. Второй вариант. Если герой лучник, выманить дракошу к узкой дорожке, куда он не сможет пройти, и расстрелять его из лука или магии. Следующий вопрос. Как можно перераспределить очки умения, вроде у какого-то мага? Отвечаем. Очки умения можно сбросить у того же торговца, который продаёт бутылки с лечебным зельем и манной. Стоимость зависит от уровня вашего героя. Смотрите во второй части программы. MotoGP 07. Одна из тех редких игр, которые, не подвергаясь кардинальным изменениям, с каждым годом становятся всё лучше и лучше. Leaf for Speed. Проект с пятилетней историей, который постоянно дорабатывается. Смотрите во второй части программы. Leaf for Speed. Проект с пятилетней историей, который постоянно дорабатывается. MotoGP 07. Одна из тех редких игр, которые, не подвергаясь кардинальным изменениям, с каждым годом становятся всё лучше и лучше. Не так давно один наш постоянный телезритель в своём письме выказал некоторое недовольство по поводу того, что в наших выпусках мы даём обзоры только хедлайнеров игровой индустрии и обходим своим вниманием в высшей степени интересные, но малоизвестные широкой публике проекты. Сегодня мы исправим этот недочёт, рассказав об игре Leaf for Speed. Leaf for Speed. Проект с пятилетней историей, который постоянно дорабатывается. Крайнее обновление Leaf for Speed вышло 21 декабря прошлого года и имело литеру Y. Основная концепция Leaf for Speed сводится отнюдь не к сногсшибательной графике, а к реалистичности управления, адекватность которой признают даже реальные гонщики. Одно то, что эта игра официально используется в тренировочных симуляторах, уже говорит о многом. Вы не встретите здесь множество лицензий и реальных имён, но атмосфера серьёзности происходящего захватывает с первых минут игры. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1 ГГц, 256 МБ оперативки, 64 МБ видеопамяти и 1 ГБ на жёстком диске. В полной версии игры доступно 25 автомобилей, а также 7 трасс с кучей вариантов прокладки маршрута. Таким образом, общее их количество колеблется в районе 30, не считая реверсивных и зеркальных вариантов. Скучать не придётся. Для начала можно поездить на трассе в одиночку и с компьютерными противниками, а потом уже меряться силами с онлайновыми шумахерами. Физика в Leaf for Speed, пожалуй, самая реалистичная из всех гоночных симуляторов. И до того момента, пока вы не освоите прохождение поворотов без вылетов с трассы и бурных эмоций по этому поводу, пробовать себя в состязаниях с реальными соперниками не стоит. Наша оценка геймплея — 5 баллов. После запуска игры геймеры со стажем будут слегка шокированы. Меню словно пришло со времён станс. Графику можно сравнить с Need for Speed 3, но современные 3D-технологии, проработка моделей повреждений и излишняя детализация игрового мира привели бы к значительному ужесточению системных требований. Наша оценка графического оформления — 4 балла. Звуковая составляющая игры похвастаться ничем особенным не может. Стандартный пакет для любого автосимулятора и нехитрые электронные сэмплы. Наша оценка звукового сопровождения — 3 балла. Со временем начинаешь замечать, что игра съедает всё свободное время. Стараешься зайти на определённые сервера с уже знакомыми гонщиками и в очередной раз выяснить, кто лучше управляется с рулём. Короче говоря, игра затягивает по самые уши. Именно поэтому наша общая оценка игры — 5 баллов. Leaf for Speed — проект достаточно амбициозный и необычный. Он регулярно получает награды в номинациях «Лучшая физика» и «Лучший мультиплеер». Постоянно находится в доработке и, к сожалению, до сих пор не вышел из стадии альфа-тестирования. Однако это нисколько не мешает покатушкам как в оффлайне, так и соревнованиям с другими игроками по сети. Оптимизированный сетевой код и великое множество настроек делают этот процесс до нельзя увлекательным. А сейчас мы дадим несколько советов по настройке автомобиля и концепции победы в заездах. Первый вопрос. Что такое oversteer и understeer? Отвечаем. Проще говоря, это избыточная и, соответственно, недостаточная поворачиваемость. Стандартные сетапы скорее настроены на недостаточную поворачиваемость. Машина более стабильна, при маневрах плавно поворачивает. Если же хочется, чтобы машина заныривала в повороты, нужно перенастроить подвеску на oversteer. Получаем более резкое поведение. Становится намного легче сорвать машину в занос, но по неопытности легко вовсе потерять контроль над управлением. Следующий вопрос. Что означает цветные стрелки при убранном кузове? Отвечаем. Стрелки, лежащие на земле, силы трения и сопротивления качению, действующие на колесо. Красный цвет. Колесо скользит. Зеленый цвет. Не скользит, но на грани срыва. Синий. Не скользит и до грани срыва еще далеко. Вертикальные стрелки. Силы реакции опоры. Означают, насколько загружено колесо. Светло-зеленые стрелки в центре машины означают аэродинамические силы, сопротивление воздуха и прижимную силу. Продолжая тему гонок, поговорим на этот раз о мотосимуляторах. А именно, о MotoGP версии 2007 года. Эта серия издавна считается законодателем мод в жанре мотосимуляторов. Посмотрим, не ударили ли разработчики в грязь лицом в этот раз? И удалось ли им удержать планку эталона на должном уровне? При первом взгляде на новинку кажется, что Climax Racing Studio на протяжении пяти лет беззастенчиво делают одну и ту же игру. В самом деле, несмотря на смену технологий, отличие от третьей части приходится искать чуть ли не с лупой. Дело в том, что в предыдущих играх серии все это и так было выполнено на практически недостижимом для конкурентов уровне. Рекомендуемые системные требования представлены следующими позициями. Процессор на частоте 3,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 4 ГБ. Рекомендуемые системы В качестве которого уступает класс Гран-при, он выглядит бледным довеском. Наша оценка геймплея 5 баллов. За год внешний вид игры ничуть не устарел, что позволяет ей с запасом доминировать надо всеми PC-мотосимуляторами. На повал сражает не только качество текстур, но и окружающая обстановка. В гонке же порой ошибаешься, просто засмотревшись на какой-нибудь низколетящий самолет с характерным вулом, садящийся на аэродром неподалеку. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Звук практически идеален. Зрелище выныривающих из поворота и проносящихся затем по прямой на скорости 300 км в час супербайков сопровождается реалистичным ревом моторов. Так что музыку в такой игре лучше отключить сразу. Наша оценка звучания игры 5 баллов. МОТОДЖИПИ 07 Одна из тех редких игр, которые, не подвергаясь кардинальным изменениям, с каждым годом становятся все лучше и лучше. Разработчики отлично знают рецепт приготовления интересного, зрелищного и доступного мотосимулятора. И явно не собираются ничего в нем менять. Наша общая оценка игры 5 баллов. Ну что же, студия THQ, как всегда, на высоте. Злые языки могут говорить о том, что основная концепция игры направлена на достоверность происходящего. В плане лицензий, реальных треков и прочих бантиков. А отнюдь не на игровой процесс. Кто-то даже может назвать МОТОДЖИПИ 07 попсовой игрой. Возможно, это и так. Но никто не будет спорить с тем, что так же, как и год назад, у серии МОТОДЖИПИ нет и не предвидится конкурентов. А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Как научиться правильно входить в повороты и не сваливаться с байка? Отвечаем. Правильное торможение – это чуть ли не самый основной трюк, который необходимо освоить для быстрой и уверенной езды. Выглядит этот процесс примерно так. Нажав общий тормоз, наклоняем корпус гонщика назад. А приближаясь к повороту, тормозим уже только передним колесом. Так легче всего избежать блокировки колес, а следовательно и юзом. Следующий вопрос. В режиме карьеры мне не дают покататься только на двух байках. Как получить доступ к знаменитым моделям Хонт, Дукатти и прочим? Отвечаем. В первую очередь вы должны развивать показатель СИД. Это некая квинтэссенция ваших успехов и полученного опыта. Но это не единственное условие. Для некоторых байков необходимо выполнить специфические челленджи, как то проезды на скорость, на время, на безупречное прохождение трассы и многие другие. Следующий вопрос. Где можно настроить реалистичность игры? Если я выбираю руки, играть очень скучно. А если про, то начинаются проблемы с прохождением трассы. Отвечаем. В опциях есть позиция СИН, которая измеряется в процентах. Выставьте там процентов 60, и режим руки волшебным образом преобразится. Как только начнете достигать определенных успехов в управлении байком, можете переходить в режим про. Ну а если вам все равно будет скучно с ботами, добро пожаловать в сеть на виртуальные чемпионаты. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте musdefisttv.ru Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefisttv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!